В острове здесь сейчас будешь платежной дорогой покупать в мире. Это основа для всей политической покупки. И для всех порах это пришли в последние годы с помощью рекламы. В этом смысле, с этим будет перерываться в месяц, но мы не можем. Из этого, как следует, что нам догонять Европу по доле возобновления на месте было бы неправильно. Это совершенно гаражом. У нас есть естественное качество в виде дешевых углеводородов, и, конечно же, мы должны его использовать. Но было бы неправильно на этом основании сказать, нет, вообще нечего заниматься, не наши темы, будем жечь к углу. Так тоже. В этом смысле, вот тот факт, что мы успели все-таки на подножку этого поезда попасть, я считаю, даже историческим завоевали. Исторический успех. Вся стратегия исходила после того, о чем я сказал. В этом смысле, вот, содержится в этих трех этапах, вокруг которых были очень мощные баталии, но практически совершившиеся пользы вчера. В чем вот суть? Шаг номер один, как было сказано, первая программа ГПМ, на 12-24 года. Дальше в этом году мы начали. Дальше нам говорили. Ну, дорогие граждане, вы получили эти объемы, собственно, хватит. Дальше остановайтесь сами. Ну, как я говорила, нет. Нет, потому что такая логика придет к тому, что созданный в 24-м году классом, в 25-м потеряет рынок, и, потеряв рынок, последовательно, по частям рассыпется. В этом смысле мы говорили глубоко в том, что еще один этап ГПМов, ГПМ-2, а этот 25-35, абсолютно необходим. Другое дело, что они должны быть более жесткими. Другое дело, что они должны содержать в себе новые требования к тех, кто этот пастор пошел, ужесточить конкуренцию, потребовать экспорт, усилить требования к уровню локализации. Но если вы их армируете вообще, то означает, что вы убьете едва родившегося ребенка. А вот треть, да, по нашей точки зрения, должен быть уже 10-й ДТ. Вторым нужно доехать до сетевого поликета, а дальше уже до 20-го статуса. Это такой большой разговор, сложный, от которого много аргументов, вначале, надо говорить о том, что второй этап, в смысле, вообще, но общество, в итоге, взобладало, с нашей точки зрения, единственная возможная роль, как решение этого второй этапа принято. Он застанется. В 25-й, 35-й годах. Это означает, что начиного 25-го года георгия будет двигаться едва 20-й дальше. Это как экономическая стратегия, это технологическая стратегия. Я два слова про нее сказал, но чуть-чуть раскрою, потому что мне это кажется очень важным. Вот давайте про эту самую технологическую стратегию, эти два слова, я скажу не вообще, а просто на конкретном своем примере уже помянутой компании «Хигер». Строили мы, как ранее, вагировали очень. Наладка года два шла, он чуть-чуть не первый год. Суперешение было три ряда, это был стопроцентный транспорт технологий. Есть специфическая компания «Авлекон», которая, собственно, поставила основное оборудование, и есть известная японская компания, которая обеспечила нам монтаж наладки «Пуски». Стопроцентный транспортный транспорт. Кстати говоря, вот, если я не подлюблюсь, я считал, что солнечная энергетика вообще не имеет большую ссорию в нашей стране. Весь космос, как мы понимаем, нет солнечной энергетики. А там 40 лет, 50 лет, 50 лет развитых технических классов. Я истинно считал, что можно будет зачерпнуть из космического солнца компетенции, перенести их в солнце энергетические энергетики, и будет все хорошо. Нет, 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 все очень на разных языках, не понимаем друг друга. Космическое солнце – это килоалатом, а энергетическое солнце – это металл. Разве? Тысячу. Тысячу. Космическое солнце – ну, что хочешь, но только не проэкономить. Энергетическое солнце без оконурики вообще, без смысла, полностью. Ну, и ряд других отличий. Просто, как бы, беседелал. Оказалось, что вообще невозможно ничего не лечь, даже когда страны могут лезть. А вот 100% транспортных технологий, в данном случае, единственный возможный шаг. Но, и это шаг номер один. С этим шагом мы, собственно, запустим завал. Получили эндокройношнюю понадобство, это 9%. Но одновременно в Питере, в Питере, в Питере, в Питере, мы создали Российский центр панкопомощной технологии. И создали его серьезную миллионную, миллион, 400 миллионов после этого, я помню. Изначально поставив задачи перед ученым и дорогие ученые. Нас не очень интересуют теоретические искания, даже не очень интересуют фундаментальные науки. Нас интересуют ваши предложения о том, как, используя то оборудование, которое уже стоит у нас на заводе, попытаться выйти на новый продукт. Оборудование сложнейшее, какая, как называют, вакуумные печи с высочайшими температурами и работающие на решение вакуума. Очень сложное по технологическим процессам, очень дорогое. Именно поэтому так задачи стоят. И оказалось, что они это, значит, решили. Два года назад появился первый опытный образец гетроструктурной панели, разработанный в Центре панкопомощной технологии. Ну и в прошлом году мы упустили все. КПД, официальный, середоэффициальный судом полукофера, 22,7%. Топ-3 гминей. Топ-3 гминей. Это российская панель. Это российская панель. Вот если бы мы сначала попытались, то давайте мы сразу же наше оборудование и наше панельное угробное посидение ничего не получили. 100%. А логика, для которой первый шаг – трансфер, спокойно, без папаса. Второй шаг – апгрейд. Подтвердила свою работоспособность. Как я вам рассказал, в итоге на сегодня химил уже прорывался на экспорт. И совершенно ясно, что дальше на экспорт. Это доказывает абсолютно неспособность цены и качества этого продукта. Мне кажется, что Эта логика – трансфер, апгрейд, экспорт для крупных промышленных систем, с нуля создавая страну, является абсолютно правдой. По крайней мере, этому мы получили наш опыт в возобновляемой энергетике. Ну а теперь, куда, собственно, делиться, чего нужно получить? Вот если вы поанализируете наши крупные стратегические документы в энергетике, у нас есть красивая энергетическая стратегия, есть, есть, есть схемы развития энергетики, есть еще другие документы, вы в них увидите полную кашу по целям, по доле возобновления энергетики. Мне кажется, это случайно, случайно потому, что, в принципе, неправильно задачу по доле возобновления энергетики ставить исходя из самой энергетики. Возобновление энергетики – это более масштабное, более крупное явление, которое нужно оценивать не изнутри энергетики, а более целостное. Что значит более целостное? А вот что значит? Это кластер, про кусочки, о которых мы с вами, собственно, все время и говорим. Это генерация, это промышленность, это наука и это образование. Вот эти вот четыре элемента кластера должны быть, во-первых, он должен быть целостным, то есть должен состоять из этих четырех элементов. Во-вторых, они должны быть сбалансированы, и это не абстрактное слово, а вполне предметно, в том смысле, что объем производства должен быть таким, чтобы он обеспечивал прирост генерации. Объем нюхо должен быть таким, чтобы он, соответственно, могла от этой нюхо, от этой нюхо получать заказы. Откуда заказы, кстати говоря? Из энергетики? Нет. Энергетики никогда не будут динамцировать нюхо на новое оборудование. Заказы только от повышенности. Кластер нюхо полностью зависит от нем производства. Закачался от нем производства – немедленно закачается нюхо. Ну и образование, которое должно обеспечить кадрами все эти три элемента пластиковых. Как это ни странно, но про них все знаем. Про все четыре элемента мы хорошо понимаем, что из них произойдет с 24-го года. Я выговорил, что генерации в 24-го года в стране будет 5-4 тысячи евро. Мы ясно понимаем, что мощность промышленности, которая будет построена и уже построена. Производство оборудования для этой цели составится не 1,5-4 гигаватта. Мы хорошо понимаем, что это 50 миллиардов рублей. А в этой сфере доля заказы и неопыт от объема выручки, ну, 5-7 процентов, от которых сдерживает показатель аккуратный. Это означает 2,4 миллиарда ежегодного от дома финансирования науки. Ну, и мы понимаем, что образование здесь основа. Именно поэтому мы и у себя, собственно, в нашем фонде инфраструктуры образовательных программ или тендер для ВУЗа по разработке программ для магистрского и постуновского образования, для разговора и органистов. Победил у нас консорциум МВТУ и Ульяновский здравоохранительный институт. И, собственно, на выходе из этого в стране во всему рождаются ВУЗы. Вот картина с образовательным потенциалом, который на сегодня существует в виде капитал возобновления людей, их минимум 5, хотя, думаю, что уже я ошибаюсь, наверное, уже больше, образовательных программ, которые берутся на уровень подавриата, на уровень магистратуры и на уровень отдельной дисциплины. Это родившиеся буквально два года образовательные классы в 25-го родственнице и все остальное. Так вот, этот самый целостный образовательный, целостный класс, включающий себя все вместе, мог бы легко погибнуть, если до 25-го года системы поддержки обрушиваются или была неправильной. Мы отстаиваем 10 гигалат на 25-й год. Вот шла сложная дискуссия. В итоге решение подавриата. Честно говоря, до смысла, там, наверное, было немножко меньше, чем 10. Но, тем не менее, считаю, что решение принято в целую способность, которая позволит, слава Богу, не разрушить в 25-м то, что будет создано в 24-м году. Мы это все в цифрах хорошо понимаем. Итак, завершим разговор. Вывод был. Первое, то, о чем уже было сказано. Мир, выбор, где? Неверяем тем, кто будет вам рассказывать, о том, что сложное упражнение, неизвестно и кого неизвестно. Точно. Второй вывод. В России уникальный проработок. Не только по ветру, что было вообще не надо, но и по инсоляции, но и по солнцу. Это тоже факт, не подлежащий сомнениям. Третий вывод. В России на сегодня в наших глазах создаются технологические кластеры солнечные, ветром энергетики и разработки коммунальных отходов. Причем в каждом из этих трех кластеров уже есть, или в ближайшие евреи в гости, тут все четыре. Генерация, энергетика, промышленность, наука и образование. Следующее. Мы подписали Парижское соглашение. Парижское соглашение оценивало то, чтобы не допустить превышение среднегинометных конкурентов более чем на 2 градуса в мире по сравнению с трех кластерами в мире. Совсем не заодно. Часто это неожиданно для многих, в том числе для меня. В выступлении Владимира Путина были очень резкие на центре нашего счета и абсолютно однозначные. О том, что это тяжелейшая проблема. А я глубоко предъявил, что без земного шара эта проблема гораздо более острее, чем проблема терроризма, или проблемой миграции, или проблемой миграции с ценой медленного рога. И это проблема у нас в лобальном этапе. Вообще не помню, не абсолютно правильно находящийся в линии фокуса общательной дискуссии. Поэтому для меня было неожиданное выступление резидентское, которое у них задача была названа. Когда мы отключили, было сказано о том, что Россия, ну как известно, мы уже подписали, а первое, ясно, что мы идентифицируем и разворачивая работа полупома. Без возобновления энергетики, это значение больше. Ясно, что главным углеродным советом создается тепловой энергетикой. Он ее делал 716 миллионов тоже. И ясно, что не преобразовало тепловой энергетикой, мы никогда не становимся задачами Кёртского пирога. Это четвертый уровень. Ну и пятый уровень для этого. Очень важно. Очень важно. Если мы все время уже говорим про то самое связание с нефтяной институтом, которое надо писать журналисты, мы надо здесь. Там можно. Здесь дело. Абсолютно реальное дело. С цифрами, которые мы хорошо понимаем. 25 миллиардов рублей до 24-го года. И не меньше 600 миллиардов рублей до 35 миллиардов рублей до 35 миллиардов. Ну и, наконец, последний. Это, собственно говоря, просто объемы энергетика. Рабочие места, налоги. Объемные институты, которые создают этот технический пластер, 24-го года. 700 миллиардов рублей. Так, прикинув до себя, я, пожалуй, назову второго технического пластера, который был в России в ближайшие 4-5 лет. Поздоровал на несколько сот миллиардов рублей объемные сотни спроса. Мы можем 5G, возможно, я там просто хуже знаю, чем 20-го. Здесь третит где-то о том, что, ну, извините, но буквально у нас в очереди стоят крупнейшие мировые компании, мировые лидерные сферы, с предложением, кстати, много сот миллионов инвестиционных фондов для инвестиций в российское заглавление на Питере. И эта тематика, особенно, несмотря на все наши истории со всеми санкциями, и так далее и так далее, является абсолютно право лучше все же существующие, которые имеют ссорные вольные, и все условия будут ссорные вольные. А 700 миллиардов рублей, по всем процентам, это, от 0,5% от роста роста роста. В принципе, не очень. Как мы знаем, мы сейчас фактически балансируем на уровне одного, ну, что больше и полутора процента. Одни из технических пластеров. Эта задача может быть перед двумя днем. Ну, вот, собственно, вся картинка. Вы знаете, что у нас есть? У нас стоит их 13. Возглавление энергетика официально не является, но, по сути, именно для кого она является. Я считаю, что такой эмоциональный фонд России запущен, и считаю это крайне важным результатом. Большое спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие коллеги, у нас, как обычно, в Адмете.ком идет сбор вопросов, поэтому те, кто еще не успел присоединиться, те могут зайти в Телеграм, в чате, и, собственно, там найти адрес и присоединиться к вопросу. А я тогда позволю себе помоделировать, и несколько вопросов, которые собрали наибольшее количество лайков в аудитории, и мы держим полчаса. Правильно, Фару? Нормально. Два похожих, гидроэнергетика и атомная энергетика. Каково их место в вашем области? Ну, это формально, что это неформально. Значит, формально, в гидроэнергетике, ну, так просто понятен в мире, к возобновляемой гидроэнергетике относится та часть гидроэнергетики, которая имеет единичную мощность до 25 мегал. Малый ГЭС, оказывается. В этом случае, строго говоря, во всем том, что я говорил, есть и малый ГЭС, просто так случилось, что они сильно запознали на старте. Похоже, там сейчас происходит перелом, кажется. Вот, сейчас, со следующего года, малый ГЭС, тоже по ПТР. Но, по-моему, это не будет. Скажем, ну, чтобы вы понимали масштаб. Возможный и вероятный объем инвестиционного ресурса, по ПТР, который возобновляем энергетику, получит на следующий период 1400 млрд. 1400 млрд. Вероятный ресурс для малого ГЭС будет 30 млрд. В принципе, нормальное решение. Ну, это формально основное дело. Теперь, по существу, вопрос более, вот такой, основательно, более серьезный. Вот, можно я личную историю расскажу вам про это на две минуты? Я в 98-м году пришел, работал на экологическом в России, была жуткая ситуация с протяжами, и я, как раз, погрался на экстракт. Было статистически важно. Большой ответ дискуссии. Евросоюз был включен. В итоге выходили договоренность при этом. Главное требование Евросоюза было категорически никакой атомной энергетики. В общем, вам вопрос, ребята, какая атом? Электроны, которые по проводам придут к вам в Европу, а где электрон, который выработан на атомной станции, который выработан на атомной станции, невозможно. Это не какая-то химера абсолютно. Нет, категорически. Не можно этого сделать. Ни одного и того. Иначе невозможно. Метки старшие сертификаты, ни в коем случае. Это было, на тот момент, наконец, в 90-х, это было доминирующее в мире позиции. Абсолютно большинство экспертов в нашей сфере энергетики были убеждены, что надо набить в умирающей индустрии. Чуть позже, как известно, Германия приняла решение о полузакрытии всей своей проблеме, в которой, как бы немцы спонидарялись, через два года будут полностью реализованы. И это было для этого, чтобы сказать, что одно энергетики умирают. Сегодня на этом энергетике, если не на подъеме, то, что он, очевидно, никак не умирает. Почему? Почему за 10-15 лет, в гербанской индустрии, мировой энергетики, такой поворот восполнительный газ из неба в дар? А потому что приедет. Потому что приедет. И я не понимал 20 лет назад в окружении климата, атомная генерация, как мы не понимаем, пока же имеет нулевой взрослый свет, и это полностью развернуло отношения к атомной генерации. Это не к чему. Я к тому, что, казалось бы, исходя из всего того, что я здесь сказал, я должен был бы продолжить аналогику и сказать, что, как это, ничего не будет, ни театров, ни книг, одно только телевидение, ни сплошное телевидение, да? Но нет, такого легче нельзя, потому что здесь есть риски такого уровня, которое мы не осознаем. И в этом смысле я убежден в том, что и гидрогенерация, и атомные, конечно, какую-то долю будут иметь через 10-20 тысяч, в 60-е. Я уж не говорю о том, что в атомной генерации, если у меня пример страшный, я глубоко убежден в том, что мы стоим все равно под гигантским прородом, это называется пермоядерный синтез, то, что происходит в сфере крайней пьесы, а многообещающие я удалю ее. В любом смысле я считаю, что атомная энергетика точно в будущем есть, и тот факт, что в итоге Россия создала, ну что такое высоту, был локальный монобалист, а стал глобальным трудом. Компания, у которой 10 миллионов долларов в год объем экспорта. Как я просто делаю. Это колоссальный успех, и в этом случае, конечно, не терять, не сворачивать имнатом. Публикации не надо, там, а там сейчас тоже у нас будут заявки до спеть больше, чем имнатом. Но, по сути, на ваш вопрос, конечно, у них будет место, точно так же, Во-нестам. Продолжение следует...